Я сказал, радуйтесь о том, что имена наши записаны в книге жизни. И мы можем радоваться только о том, что по-настоящему понимаем, окей? Если ты еще не совсем понимаешь, что твое имя записано в книге жизни, то есть определенные проповеди, мы можем объяснить, как это все настроить в твоей жизни. Но для тех, кто уже знает 100%, что имена твои написаны в книге жизни, давайте радоваться, окей? Сегодня особый вечер, особый день, особая есть возможность, чтобы мы вместе, единогласно, единодушно прославляли нашего Господа. Давайте тогда начинаем с того, что мы встанем, просто подтянемся, разогреем мускулы. Девчонки, подходите сюда, потому что у меня больше никого нет сегодня на помощь. И просто если хочешь, подними руки свои, скажи, Господь, я прихожу в твой дом, в твое присутствие, Господь. Я благодарю тебя за то, что я могу встретиться с тобой сегодня вместе с моими друзьями, вместе с семьей твоей, Господь. Благодарю тебя. Благодарю тебя за то, что ты нашел и спас меня, за то, что ты дал мне новую жизнь, за то, что ты благословил меня тем, что сегодня я имею большую семью, что сегодня я знаю 100%, что имя мое записано в книге жизни. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты так много и сильно благословил меня. Хотя я этого не заслуживал, хотя я был в грехах, хотя я был в всяком роде зависимости, Господь. Но ты благословил и освятил меня, освободил и выпустил на свободу. Благодарю тебя за твою сильную спасающую руку, которая сегодня еще спасает, которая сегодня изменяет, которая сегодня благословляет. Благодарю Тебя, Господь, и поклоняюсь Тебе, великий Бог. Халалюйя. Мы будем петь одну веселую песню, может быть, вы ее не знаете, но она очень легкая. Все, что нужно, это повторять за мной. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Ликуй, Господь. Ликуй, Господь. Это день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Ликуй, Господь, и веселись перед Ним. И веселись перед Ним. И веселись перед Ним. Халалюйя. Ликуй, Господи. Халалюйя. Эти день сотворил Господь, радуйся и веселись перед Ним. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты даже дал нам новые сердца, не каменные, а плотяные, чтобы мы могли чувствовать, чтобы мы могли переживать. Чтобы мы могли переживать Твое присутствие, Господь. Благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою радость, за Твой мир, за Твое царство, Господь, которое внутри меня. Халлалюя! 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 Халлаля! 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 Тебе наш Господь! Халлаля! Халлаля! Тебе, Бог, Святой! Халлаля! 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 Благодаря тому, что Бог нам дал тебе. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я благодаря тому, что Бог нам дал. Хвала тебе, наш Господь, Хвала тебе, Бог Святой, Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь слабый скажет, я силен, бедный скажет, я благодаря тому, что Бог нам дал. Хвала. Просто сейчас от всего сердца поблагодари его за то, что он твой Бог, за то, что он нашел и спас тебя. Благодарю тебя, Господь, спасибо тебе за спасение. Спасибо за твою милость, Господь, за усыновление, за то, что ты, Господь. Благодарю тебя, Господь, достал меня из пропасти, ты вырвал меня из рук дьявола, ты вырвал меня из рук моего врага, и ты поместил меня, Господь. Благодарю тебя, ты мой Бог, и я даю тебе всю жизнь. И так же, как эти ребята сегодня будут принимать духовное крещение и обещать тебе жить только для тебя, они посвятят свои тела сегодня на служение, Господь. Так же, как мы когда-то это сделали, Господь, дай нам пережить сегодня это, чтобы оно свежее, как в памяти сегодня у нас было, Господь. Чтобы мы заново пережили эти ощущения, чтобы мы заново пережили обещания, которые мы давали когда-то в своей жизни, Господь. Обнови с нами свой завет сегодня, мы, Господь, поклоняемся тебе и благодари. Давайте, давайте еще раз просто поклонимся, хвала. Просто я хочу, чтобы все то, что было сегодня в этом дне, оно ушло в сторону, и эти слова, они действительно были сейчас от сердца посвящены Христу, потому что перед нами сейчас стоят ребята, которые прошли нелегкий путь в своей жизни, которым пришлось многие вещи пережить, и многие из них чудом остались живы, чудом, просто благодаря Божьему чуду эти ребята просто могут сегодня стоять перед нами. И мне бы очень хотелось, чтобы мы сейчас просто раздали хвалу Богу, прославили Его, просто еще раз поклонились и сказали, насколько Бог достойный этой славы, насколько Бог великий и чудный. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя, Милости Твоей полна жизнь моя, Милость свою ты превоснёс нас судом, Возлюбил меня и вёл в свой дом. Ты спас меня, и я правдал, освободил от вины. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Мой пастырь добрый. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя. Ты спас меня, и я правдал, освободил от вины. Ты освободил, ты спас меня, и я правдал, освободил от вины. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Господи. В имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дваньте Богу воздадим славы. Наш Бог, Он достойный хвалы, достойный величия. Хочу просто, еще же, чтобы встали ребята. I would want the people getting baptized to stand up right now. Это сегодня особенный день. Today is a special day. Это не просто обычное собрание. It's not an ordinary gathering. I have nothing against regular gatherings. Но именно вот эти собрания для меня самые важные. But these are the most important to me. Потому что именно в этот день ребята посвящают свои жизни не людям. Because on this day, they don't dedicate themselves to people. Даже не своему мужу. Not to their husbands. Но они посвящают жизнь Иисусу Христу. But they dedicate their lives to Jesus Christ. И тот акт, который они будут совершать сегодня. Это то, что уже давным-давно произошло в ихнем сердце. This is what happened in their heart a very long time ago. Они посвятили себя Христу. They dedicated their lives to Christ. И сегодня это уже просто видимое действие, которое мы будем с вами все свидетели. And this is an action that we see today. We can see it, what they're doing. Поэтому у меня есть несколько слов наставления перед тем, как вы будете принимать это. Я думаю, что это будет полезно для всей церкви. И еще раз утвердиться в том, что когда-то мы сделали в своей жизни, если вы принимали завет водный. Это для вас будет подтвердить, если вы ever been baptized. Что-то для вас подтвердить. Если вы еще не совершали завет с Господом посредством воды, значит, это для вас будет время, чтобы получить наставление и больше узнать о том, какая ответственность сложится на вас. И в то же время, какие бенефиты приходят в вашу жизнь после завета с Господом. If you have not made a covenant with God in water, then this will be something to inspire you, so you will know what lies ahead of you, if you do get baptized. А номер один я хотел бы сказать, что, во-первых, это повеление, которое дал Христос для всех нас. This is a thing that Jesus Christ told us all to do. Матфея 28, 18, 19. Написано, что, и пойдя, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И на Иисус тоже наполняйтесь. I'm sorry. Матфея 28, 18, 19, да? And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Number один, Бог сказал, что прежде чем совершать эти вещи, прежде чем совершать завет посредством воды, то люди должны быть наставлены хорошо, научены. The first thing that Jesus said before people make this covenant, get baptized, they need to be guided and taught. И поэтому я бы очень хотел поблагодарить каждого человека, кто принимал участие в наставлении этих ребят. В первую очередь я бы хотел просто поблагодарить родителей. Если можно, камеру на меня. Я просто знал, что будут родители смотреть эту пленку. И хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы приняли огромнейшее участие в жизни этих детей, которые сегодня посвящают себя Иисусу Христу. И как священник просто хочу сказать, пускай вас Бог благословит, потому что вы как родители очень многое сделали. У нас здесь есть одна мама, наверное, в лице сестры Ларисы. Просто хочу сказать спасибо всем родителям, которые, несмотря на то, что происходило, оставались верны Богу, верили в своих детей, молились, благословляли. Также хочу сказать спасибо каждому, кто здесь в церкви просто заботился. Я знаю, что, по крайней мере, ребята, которые проходят реабилитацию, и также Наталья, она фактически у нас реабилитация, мы с нами всегда. Очень тесно соприкасаются с людьми в церкви, которые делятся переживаниями, своими опытом. И большое вам спасибо. Хотел бы также отдельное спасибо сказать. Мисс Ви, thank you so much. Thank you so much, мисс Ви. Эта женщина, она... А ты не перебудешь меня вообще? I'm so sorry. First of all, he said he wanted to thank all the people, especially the parents, and everyone who helped guide and help these people in their journey before their baptism. And second of all, he'd like to thank you, мисс Ви. Спасибо большое. Thank you so much. This woman puts a lot of her time and her heart and her effort into the girls at the rehab. Also, he would like to thank Pastor Lee, who also comes and helps us and teaches us and preaches to us. And we also have a pastor from a Mexican church who comes and also preaches to us. And every single one of these people has put in their time and their effort to help us grow. So, the commandment of God today is being fulfilled. And he said, and Jesus said to them, go and teach all the nations. And only once they have been taught, then they should go get baptized in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Every single one of these people is very sure in their decision to be baptized. Every single one of them had talks with the pastor, tests that they did very good on. And they are very firm in their decision for their baptism. From the moment you dedicate yourself to God, not just by words, but by your actions, you have benefits from God. In the Christian world it is called a covenant with God. When a covenant is made between two people. It means that no matter what happens with you, something happy or something happy or something sad. It means that the person that you are in the covenant with, that's going to be happening to them as well. So, if happiness comes into your life, then the second person is going to be sharing that happiness with you. If a hard time comes, a trouble that you can't carry yourself, then the second person is going to take half of that trouble, half of that pain that you cannot handle, so that you would be able to carry it. But what I'm talking about right now is what, when people do it. But what concerns God, when we make a covenant with Him, it's a lot higher than that, bigger than that. A lot stronger than any help that we could get from a person. Because God doesn't take your problems in half, doesn't divide them in half. God fully takes it all so that you could continue your life praising His name. If it's hard, maybe it's a little too? Maybe. 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 Could you give me a photo of that? Yes. Because we have very little time. We don't have a lot of experience. We don't have a lot of experience. Masha, thank you. Please explain. Thank you. Thank you, Masha. Марка 10, 10 глава, 38 стиха, написано, что Иисус же сказал, не знаете, чего просите, после того, как ученики пришли и просили пить чашу, которую пил Иисус. Они хотели делать точно так же, как делал Иисус, они хотели жить той же жизнью, какой жил Иисус. Но Иисус сказал им, что вы не можете понять еще, что предстоит вам прижить в жизни. Поэтому я хочу сказать, что совершая это действие, вы даже не можете представить, что придется вам пережить еще в этой жизни. Какие трудности или какие радости? Какие подъемы или какие падения? Он очень твердо сказал, что вы не можете себе представить еще. Иисус сказал, что вы даже не знаете, что вы просите. Он сказал, что что вы просите, но вы должны знать только одно, в какого Бога вы креститесь. Это Бог, который вы вопректируете свою жизнь. You need to know who you trust your life with. If you know that one thing for sure, everything else don't really matter. It won't matter, it won't really matter what kind of hardship you're going to see in your life. Дело в том, что Бог, с которым вы будете иметь завет, он будет всегда рядом и он будет всегда помогать. You see, God, the one you make covenant with, he'll be there with you all the time. But, of course, you are required to keep your sight of the promise. Jesus said, you don't know what you're asking for. Can you drink of the cup that I drink of, and be baptized with the baptism that I am baptized with? And they said, yes, we can. Jesus said, you shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized with, with that you shall be baptized in the Lord. Why is it so important in God's eyes? Because this represents a brand new beginning of a new life that you never lived before. We're not trying to compare how you lived before, how bad was it, or how good it was. Maybe it was very nice. We don't know. But what we talk about right now is, from now on, you're going to promise your bodies into the service to your Lord. And, therefore, you're going to die for yourself, so you can live for the Lord. Romans 6, from verse 3. Romans 6, from 3 to 5, chapter 6, verse 3. This is King James. Know you not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Итак, мы погреблись с Ним в крещение в смерть. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Dабы как Христос воскрес из мертвых, славуя Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newest of life. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть и соединены подобием воскресения. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Насколько вы сегодня готовы посвятить свою жизнь до конца своих дней? How much... How ready are you to make that promise with God? Or to God? Насколько вы сегодня осознаете, что... Жить на земле и верить в Бога, этого недостаточно? Но очень важно, чтобы вы что-то делали в теле Христовом, чтобы вы занимали какую-то позицию, чтобы вы, может быть, что-то малое или великое, но совершали для Господа каждый день своей жизни. Но из-за того, что вы будете участвовать в теле Христовом, вы понимаете, что вы должны быть участвованы? Именно этот стих он и говорит о том, что мы умираем для себя прежнего, мы умираем для своих каких-то желаний, каких-то амбиций и воскресаем для совершенно новой жизни. This person in particular says that we're dying for ourselves and getting resurrected for a new life for Christ. Последнее местописание, которое я прочитаю, на основании которого мы сегодня будем принимать вводное крещение. And the last scripture that I'm going to read will be the foundation for what we're going to do next. It's 1 Петра, 3 глава. It's 1 Петра, 3 глава. Написано, что Так и нас ныне подобно всему образу прещения, не плацкой нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 21 стих. Я бы хотел, чтобы вы сейчас встали. И просто, может быть, засвидетельствовали перед церковью о том, что буквально пару слов о том, что Бог сделал в вашей жизни и насколько вы сегодня готовы посвятить свою жизнь Ему, изменить вообще все то, что вы, может, хотели сказать или прощаться со старыми друзьями, чтобы потом познакомиться с новыми. Я бы хотел, каждый из вас, сказать несколько слов, может быть, чтобы дать свое собственное свидетельство, что вы хотели сделать сегодня, может быть, что вы хотели сделать сегодня, может быть, что вы хотели сказать добре к новым друзьям, так что вы можете сказать «hello» к ним опять в несколько минут. Пожалуйста, кто первый? Майк. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я хочу благодарить Бога за эту прекрасную минуту, за то, что Он подарил мне новую жизнь, за то, что я есть. Я хочу благодарить Бога за все, что я приобрела. Я благодарю Бога за все, что я приобрела. Я благодарю Богу за все, что я получил от Его. Все, что я прошу сегодня. И, за то, что Он меня обновляет. And that He renews me. Everything, all passes away and everything new comes in my life. And I'm glad about that. Благодарю вас за то, чтоrare присутств tidak. Спасибо, что пришла и объединила нашу радость с нами. Это очень специально для нас. И мы по różнемуся пенсию побравли этого очень приятно. Благодарим пастора Алекса, что он нас подготовил. Спасибо пастору, что подготовил нас. божье убедение. Благодарю вас. Здравствуйте, церковь. Меня зовут Игнеса и просто хочу вам рассказать чуть, что Бог сделал в моей жизни. Здравствуйте, меня зовут Игнеса. Здравствуйте, церковь. Я хочу рассказать вам историю про мою жизнь. Я у меня была очень тяжелая жизнь. Это было очень тяжело верить в Бога. И после много лет, благодаря моей мамочке прекрасной, и все молитвы. Спасибо тебе, мама, что ты не сдавалась. Спасибо тебе, мама, что ты не сдавалась. Бог услышал молитвы. И Бог услышал все молитвы, которые ты спрашиваешь. И сегодня я даю мою жизнь абсолютно к Богу. И я просто хочу убрать все прошлое, и поставить крест, и начать новую жизнь. Слава Богу. Спасибо, Господи. Здравствуйте, меня зовут Миша. 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 или ты слева за мной и one time God just kind of stuck me and he said you have to make a choice you either follow me or I'm gonna end your life and I made my decision to follow him thank God and I'm strong in my choice hello church my name is Vitaly God performed a lot of miracles in my life can't even count all the miracles but the biggest one is that I'm here tonight I don't have words to express my gratitude all I want to do today is to give my life just live for him with a clean conscience Amen Thank you guys You know, people made a lot of rules what do you have to do before you get that place you know what's interesting the more humanity lives here on the planet the more we get rules the more rules we get what and how you have to do with the promise but you know I enjoy my God he already said everything in his word and it says in the word here's the water what why not baptize right now I don't think it matters to him did you read the Bible from you know beginning to the end did you finish college or seminary or not and what kind of hero you are maybe you haven't done anything that great probably don't matter to him if you know him for 10 years or maybe 5 minutes the main thing is that you need to understand what are you doing right now at this point this time if you're right now understand your actions here's water and why not baptize today you guys ready to get buried and be participant in his death and also in his resurrection into new life let's get our feet church and let's pray dear Jesus we thank you that we can be witnesses today we witnessing tonight that people will dedicate their lives to you Lord and we bless them today in the name of Jesus right now that this process would make their faith stronger and from this moment on all the past would be washed from their lives with water in the name of Jesus and when they come out of the water to leave with the new life let the new life praise only one name name of Jesus Christ we bless in the name of the Father Son and the Holy Spirit Amen Amen let's pray for the Lord our God is worthy to be praised please there next Виталий Виталий Перед неania Перед людьми и ангелами Признаешь ли ты Иисуса Христа Своим Господом Спасителем Что Он умер за Тебя Взял Все Твои грехи на Крест И на Третий День Москрес Оправдав Твою Жизнь Признаю Готов ли ты посвятить Ему всю свою жизнь, если не служить Ему доброй совестью до конца Своих дней? Готов ли ты посвятить Ему чистой совестью? Крещу Тебя пред всем народом во имя Отца, Сына и Святого Дома и Господа нашего Иисуса Христа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А? Что ты находишь? Миша, иди сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Это человек, который… Знаю его давно, еще когда он был ниже меня роста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он маленький, я сейчас все грехи крыло скажу. Когда он маленький, он меня с Пашей, у него здесь есть брат Паша Ганченко. Суть, я не вижу Пашу. А, вон он еще. Они меня обманывали все время. Я не знал, как их зовут. Я говорю, у тебя как? Как его зовут? Я говорю, Паша. А тут Миша. И хихикили надо мной. Но ребята выросли к возрастлению. У меня большая честь, потому что они знают мне семью очень хорошо. Родители Аллеса, Ольга, Сергей. Люди, которые достойны примером работы жизни. И для меня была честь и привилегия присидеть старшего брата Пашу. И теперь Миша приехал. Поэтому хочу у тебя спросить. Признаешь ли ты, Иисуса Христа, Своим Господом и Спасителем, который умер за тебя и последствий на третий день взял полностью все грехи и дав тебе взамен правильности? Признаюсь. Не слышал? Признаюсь. Готов ли ты посвятить всю свою жизнь полностью до конца своих дней? Господи, Иисус Христа, и служить ему доброй совестью? Да. Кричу тебя во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Господа нашего Иисуса Христа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Агнессе царица. Есть люди, которые такие внегласные, которые они называют. В Агнессе есть царица. Это прекрасное имя. Она ей соответствует. Ее поведение было царицей, даже когда она еще была во грехе. Она уже себя вела, как царица. И все повадки были. Но сегодня ты достойно назваться этого имени, потому что у тебя отец, он царь всех царей. И имя Иисус Христос. Поэтому ты прошла долгий путь для того, чтобы идти к этому маме, чтобы не просто с тобой, но он всю всю жизнь посвятить себя для него. Я только хочу спросить. Признаешь ли ты, что Иисус Христос не является твоим Богом, что Он умер за тебя? За все твои гряди, все, что ты совершила с твоей жизни, забрала от тебя на прежде, за то, чтобы просто дать тебе эту чистоту, то святость, и чтобы ты хванила хванила и за то, что с твоей жизни и с твоей жизни. Забрала от тебя. Признаю. 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 Попробуем. Признаю. Признаю. Это уже царел на. У нас необычное сегодня крещение. У нас и царь здесь. Мы сегодня будем крестить двоих. Двоих. Мы можем сейчас не переводить эти вещи, но мы будем сейчас крестить двоих. Главная вещь, это будет Наталья, которая посвятила свою жизнь Господу Иисусу Христу. У него есть Нушмартик. Это лучший муж в мире. Он имеет ответственность за свою жизнь и за Наталью и Татьяну. И я очень-очень уважаю людей, которые могут принимать ответственность и благодаря Господу Иисусу Христу. Сегодня лучший день для твоей жене. Потому что она посвящает сейчас жизнь не просто человеку, а не просто человеку. Она посвящается сейчас жизнь самому Господу Иисусу Христу. Она посвящается сейчас жизнь самому Господу Иисусу Христу. И у нас было сегодня привилегии. И мы сегодня будем сегодня быть стыденными. И быть свидетельцами. И поэтому я спрашиваю тебя, Наталья. Ты прошла трудную жизнь. И у тебя было много тропин. У тебя было много поражений. И я очень рад, что ты пришла именно к этой минуте твоей жизни. Когда ты полностью осознала, что твоя жизнь, в принципе, не имеет смысла, если нет Бога. Я знаю, что ты много слышал о Боге. Я знаю, что ты очень надежно относился к всем вещам. И, типа, в церковь. Но то, что происходит сегодня с тобой, это намного больше. Это полное посвящение Сисус Христу. Это всё то, что было у тебя раньше. Тут весь целый характер, в твоей жизни, в этой ситуации. И когда ты выйдешь из-за того, что ты будешь полностью чистая. Для новой жизни. И ветхий человек, он останется здесь. И потом, когда мы уйдём, он будет вытащить, оно вместе с водичкой, весь ветхий человек уйдёт. Поэтому, хочу тебя спросить, готова ли ты посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу, Который умер за тебя, воскрес на третий день и собрал на крест все твои проблемы, все твои боли, все твои грехи, для того, чтобы тебе взамен отдать праведность. Праведность и негатива совершенно доброй жизни. Готова ли ты? Готова. Посвящаешь ли ты свою жизнь, вот это конца с твоей деньгами. Обещаешь ли ты ему служить доброй совместей? Я посвящаю свою жизнь. И готова посвятить всё, отдаю. Наталья, Have you come to believe in Jesus Christ as your Savior and Lord? Yes. And do you promise to follow Him the rest of your life? Yes. And it's upon that profession of faith that we baptize you, my dear wife and sister in Christ, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, married with Him in baptism. В Him the rest of your life. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Спаситель жив, Господь, мой Спаситель жив. Свободу дал ты мне от греха, И силу царства твоего провозглашаю я. Каждый день в своей жизни мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Мой Спаситель гостой, мой Жив, Мой Спаситель жив во мне, Он жив, Он спаситель жив, Аллюя, мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Он был мертв, но он жив, Он воскрес, Аллюя, мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив, Мой Спаситель жив. Аллюя! Я сделал выбор, Я сделал выбор. Назад не поверну, я сделал выбор Знать Бога моего, я знаю, хоть беда придет По слову его Я сделал выбор, я не разуплю Я сделал выбор, назад не поверну Я сделал выбор, да Господь, над Богом моего Я знаю, хоть беда придет, по слову его Иисус, ты царь-царей, Иисус, ты сильный Бог Иисус, ты левый уник Иисус, ты царь-царей, Иисус, ты сильный Бог Иисус, ты левый уник Я сделал выбор Назад дороги нету Я сделал выбор, я не поверну, я сделал выбор Назад не повернусь, я сделал выбор О, 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 стать Богом моего Я знаю, победа придет, по слову его Я сделал выбор, я понял, что я буду Иисус, Ты царь царей, Иисус, Ты сильный Бог, Иисус, Ты лев и лудин, да Господь, Иисус, Ты царь царей, Иисус, Ты сильный Бог, Иисус, И лев и лудин, да Господь, Иисус, Ты сильный Бог, и Иисус, Ты сильный Бог, Иисус, Ты zombал. Хорошо, давайте сейчас присядем, потому что у нас сейчас торжественная часть, и за ней будет, я называю, это особенная часть в нашей жизни, это причастие. Когда в нашем сердце перемешано трепет, страх, торжествование, переживание, надежда, это когда мы принимаем и вкушаем, вкушаем по Слову Божьему хлеб и вино, которые являются прообразом тела Господнего и крови Господнего. Есть какие-то особенные ощущения в нашем сердце, когда мы принимаем в Коммунии, какие-то страхи, какие-то счастья, какие-то трепетия, и все это очень замечательное ощущение. Хорошо, так, если можно собрать всех крещаемых в одно место. Да, пожалуйста, все сюда, теперь были по левую, теперь по правую. Вы были на левую, теперь по правую. Все. Отныне вы перешли по правую сторону Господа. Слышал свидетельство от одного брата, которого веровал в Иисуса Христа. И это местописание ему очень сильно помогло, когда он именно козлов по левую сторону и овец по правую отделил. Спасло ему жизнь физическую. Потому что когда он уверовал в тюрьме, он как-то начал проповедовать Евангелие. И одному из людей, которые авторитетны в этой тюрьме, он сказал, что все мы овцы, Господни. Но в тюрьме овцы это очень унизительно. И за это он мог поплатиться своей честью и жизнью. И когда он понял, что он попал в очень сложную ситуацию, он говорит, что взмолился к Господу внутри своего сердца, открыл Писание Божие, и он открыл именно на этом местописание, где Бог сказал, что отделю козлов от овец, и козлы подут по левую и овцы по правую. И он сказал этому авторитетному человеку, что у Бога нет другого, у него только два, или козел, или овца. Но в тюрьме козел это еще хуже, чем овца. И там ничего не оставалось сделать, признать себя овцей Божьей. Но это шутка, просто чтобы немножко мы могли развить обстановку. Мы очень и очень рады вместе со всеми родителями, с друзьями, со всей церковью. И просто радуемся с вами сегодня, в этом празднике. И поэтому хотим вручить вам от церкви Father's House свидетельство. Мы хотим вручить вам сертификаты на всю вашу оставшуюся жизнь. Это будет являться свидетельством того, что вы присвидетели церкви Божьей. Это свидетельство, что сегодня, на сегодняшний день, на 3-е, 2010, свидетельства от церкви Божьей. Совершили совет с Господом посредством воды. И давайте, наверное, дети, да? У нас дети будут этим заниматься. Мы будем использовать детей для этого? Быстренько, детки, идите сюда. Давай, детки. Быстрый, быстро сюда. Так, быстренько выстраиваемся. Быстренько, быстренько, быстренько. Будьте как дети. И попроще. И тоже ты. Вот сейчас в финале убивать пчелы. Иди сюда, естественно. Так, ты мне будешь дамик помогать держать, хорошо? Так. Ты мне будешь помогать держать. Держи. Держи. Хорошо? Хорошо. 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 Виталий Донисишин. Наталья Резник. Наталья Резник. Агенер Резник. Агнеса Разумов. Агнеса Разумов. Спасибо, дети. Я не буду очень много говорить о священодействии, которое будет происходить сейчас здесь, потому что я знаю, что в каждой церкви об этом учат, в каждой церкви об этом говорят, проповедуют. Я не могу много учить о том, что мы будем делать сейчас, о коммунии. Все церкви учат много о том. Азируйте, у нас будет, ну. Хорошо. Богдан Петрович, можно тебя, пожалуйста? И Паша, можно тебя? Возьмите хлеб и вино. Слово Божие говорит, апостол Павел, он сказал, что ибо я от самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. Он взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и сие творите в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу свою смерть, Господню возвещайте, доколе он придет. И каждый раз, когда вы пьете и пьете моего кровя и моего кровя, проявите мою вторую коммунию. И если кто будет есть хлеб или пить чашу, Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас встали на наши ноги. И мы будем молиться. Каждый здесь присутствующий, кто имеет близкие взаимоотношения с Господом, который не живет в осознанном грехе и не собирается в нем жить. Он имеет право с чистой совестью принимать вечерю Господню. Если же у тебя есть грех. Но ты хочешь изменить свою жизнь. Но ты хочешь признать свои грехи перед Господом. И оставить всю эту жизнь, и начать ее заново. И может быть, ты делаешь это уже много раз. Может быть, ты делаешь это уже много раз. Но ты понимаешь, что сегодня это тот день. Но сегодня это тот день. Тот переломный день в твоей жизни, который поможет тебе измениться навсегда. Я хочу сказать тебе одну вещь, что бесполезно тебе пробовать, если ты будешь пробовать это самостоятельно сделать без Бога. Я скажу тебе это. Это невозможно сделать это самостоятельно, без Бога. Поэтому именно в крови Господней есть сила для нас. И умовение от любого греха, который на тебе есть. И именно в теле Господней для нас есть сила. И особенно в теле Господней мы имеем специальный привилег и специальный сила для исцеления. Сила для исцеления. И исцеляет дух, душу и тело. И это может поменять наш дух, душу и тело. И это может поменять наш дух, душу и тело. И это может поменять наш дух, душу и тело. Слово Божие говорит. Слово Божие говорит. The word of the Lord says. Что ранами Иисуса Христа мы исцелились. That by his stripes we were healed. Поэтому если ты пытаешься оправдаться самостоятельно какими-то своими силами. So therefore if you think you can do it by yourself. And even if you try it for many years. И не используешь возможность и силу, которую тебе предоставляет Бог. And if you totally ignore this power that the Lord gives you. Через причастие. Through communion. Через причастие к телу Христовому. Through communion with the body of Christ. Это и есть причина, потому что почему ты не можешь победить свою проблему. And that is the reason you cannot be or have the victory of your sin in your life. So I call everyone here in this room. If you want to really be changed. Even if you tried. If you tried by yourself many times and it didn't happen. I challenge you to do it in a new, different way. With God's help. Not like you've done it before. But призвать Господа в свою жизнь. Without being prideful. But calling the Lord's help in your life. К этому давайте сейчас совершим молитву и благословим это вино, благословим этот хлеб. И каждый, кто будет вкушать, я хочу, чтобы мы молились сейчас. Молились о прощении наших грехов. Молились о том, что мы знаем все самые потаенные вещи в твоей жизни. Чтобы Бог мог очистить, омыть и восставить тебя посредством своей крови, обмытия и очищения. И посредством хлеба, укрепления тебя в твердой позиции во Христе. So while we pray and bless this drink and this bread, keep on praying. Keep on praying and confessing the Lord. Let the Lord's power in your life, that He can change you. That He can give you power over sin. Dear Jesus, We ask you to forgive us For all the sins that we have done. We did in your eyes, Lord. All the secret sins and all the visible stuff. Прости нас, когда мы грешили перед небом. Forgive us, Lord, for singing against you. Прости нас, когда мы грешили перед нашими близкими и родными. Forgive us for singing against our neighbors and families. Прости нас, когда мы грешили перед государством. Forgive us for singing against our government. Прости нас за все. For everything, Lord. Помоги нам измениться. Help us, change us. Дай нам силы для этого. Give us power to be changed. So we don't come back and go in circles. We believe you. We ask you in Jesus' name. Because of your son, sacrifice. Help us. Change us. Heal us. And we will give you praise that you deserve, Lord. And we make a stand tonight. To follow you. Посвящать свою жизнь тебе. To give you our lives. And praise you every day in our lives. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Amen. Мы сейчас совершим молитву за вино и за хлеб. И после чего мы будем принимать мечереду. And now we're going to bless bread and bless the drink. которые давали за кровь твою мы благодарим тебя мы верим в силу крови твой свои грехи раз и навсегда спасибо тебе спасибо тебе country чтобы каждый человек пережил любовь Господь, скажи нам, когда ты умер, когда ты отдал Сына Своего за наши грехи, Господь, помоги вспомнить, просто пережить эту любовь, когда будем принимать Твою кровь, Господь, спасибо тебе, Господь, за то, что ты умер, пролил Свою кровь, Аминь. Спасибо, Господи, опять же, за Твою кровь. Халилю, Отец, Господи, мы благодарим Твою тело, Господи, которое было ломимо за нас. Спасибо за Твою жертву, Господи, что Ты понес на Своем теле, Господи, чтобы сегодня мы могли иметь жизнь вечной, Господи. Потому что без Тебя, Господи, мы не можем достигнуть Тебя, Иисус, мы не можем иметь Твою правду, что святость, которой мы должны иметь, чтобы быть перед Твоим лицом и жить вечным с Тобой. Мы благодарим Твою жертву, Господи, мы просто, чтобы Ты получил этот хлеб, который мы будем принимать, воспоминания, свои жертвы, то, что Ты понес за нас, Господи, мы просто, чтобы когда мы будем принимать этот хлеб, когда мы будем исповедовать, Господи, ту жертву, которую Ты сделаешь, мы просто, чтобы через это действие, Господи, приходило исцеление, Господи, физическое, Господи, чтобы приходило исцеление, Господи, душевное, Господи, чтобы просто через это действие, Господи, через нашу веру, Господи, через то, что мы сегодня исповедуем, Господь, и вспоминаем ту жертву, которую Ты сделал, Исю. Чтобы через нее, Господь, пришло исцеление, Господь. Чтобы пришла сила, Господь. Чтобы прошли новые откровения, Господь. Чтобы прошло вдохновение, Господь. Чтобы служить Тебя, Отец, и приближать Тебе, Исус. But your revelation comes. Господь, мы благодарим Тебя за Твое жертву, Отец. И мы славим Тебя, Господь. Славим Твое имя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Я хочу, чтобы сейчас каждый, кто имеет в себе дерзновение, брать это вино и принимать, как кровь Иисуса Христа, просто осознанно понимая, что мы становимся частичкой Его, и эта частичка оживает внутри нас. И хлеб, как тело ломимое за нас, это является прообразом того, что было, и через это мы воспоминаем, воспоминаем о том, что Бог сделал нашей жизнью, то просто давайте сейчас, каждый подойдите, возьмите, ставьте режиссер. Подходите, берите, и каждый становитесь на свое место, мы будем вместе все это делать с вами. По очереди. Кто взял, аккуратненько становитесь на свое место, и потом по одному подходите. КОНЕЦ 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 Что касается деток, то каждый родитель, он имеет свою ответственность, он имеет свою ответственность, объяснять своим детям и каждый, кто имеет своих детей, он знает, насколько они осознают то, что они делают, поэтому эта ответственность полностью идет на родителей, если ваши дети осознают в полном осознании того, что такое преломление, то с вашего позволения они могут это делать. За колгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое И за победу твою И за победу твою Благодарю тебя, Иисус Благодарю тебя, Иисус Благодарю тебя, Иисус Просто я благодарю Просто я благодарю В наших руках Тело Господне И кровь пролита за наши грехи И Давайте просто будем принимать это, воспоминая о том, что Христос сделал в нашей жизни Благодарю тебя, Иисус Благодарю тебя, Иисус Благодарю тебя, Иисус Иисус, просто я благодарю, просто я благодарю, за голову, за кровь, за голову, за кровь. Я тебя благодарю, я тебя благодарю, да Господь за воскресенье, за воскресенье Твое, и за победу Твою, за голову, за голову, за кровь. Да, Господь мой, я тебя, я тебя благодарю, да Господь за воскресенье Твое, да Господь и за победу Твою, и за победу Твою, и за победу Твою. Дорогой Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе за наше исцеление, за восстановление, за восстановление, за обращение всех наших грехов, Спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Иисус, мы любим Тебя, мы любим Тебя, мы провозглашаем Царство Твоеы на этой земле, и мы обещаем Тебе служить Тебе доброй совестью, Мы сообщим вас, чтобы быть в лучшей сознании. В имя отца, сыра и святого духа. В имя слова Father, Son, and Holy Spirit. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Amen! Я хочу, чтобы мы сейчас присели. У нас есть поздравления для наших крещаемых. Сестра приготовила стихотворение. Давайте попросим и поприветствуем ее. Давайте приглашаем ее. Помни радость крещения в дивном свете созвездий. Помни миг избавления от греховной одежды. Отрази на скрижалях жар молитвы под небом, Чтоб в Творцу улетела легкой, чистой, как лебедь. Твой обед лишь начало. Жизнь не в радужных красках. И придется печали повстречать вместо ласки. Не спеши бросить гордо мне по силам мирива. Будут беды и горе обещанью миривом. И едва будет биться пульс слабеющей веры, Пусть тогда возвратится этот памятный берег. А былое припомнив, отыщи все причины, Что дорогой наклонной уводили в пучине. И спаситель поможет, сбросит тяжкое бремя И надежду умножит, только искренне веруй. И былое припомнив, при его освящении, Цену радости помни, помни счастье, прощение. Аминь. Спасибо большое. Меня очень радует, когда у людей есть Такие подарки, как стихотворение, песни. Если у кого-то есть еще, можете поздравлять. Если у кого-то есть желание спеть, Посвятите эту песню Господу. Стихотворение. Есть желающие? А чья гитара? Я знаю, что кто-то гитару принес. Может быть, это как раз таки. Есть также гитара, если кто-то хочет гитару. Не взять домой. Хорошо. Пастор Ли. Спасибо, что пришло. Пастор Ли. Спасибо, что пришло. Спасибо. Я знаю, что пастор Ли очень хотел попасть на водное крещение. I knew for sure that pastor Ли wanted to be here on time. Но у него были очень важные дела. Но he had some other appointments to attend to. Поэтому, anyway, спасибо большое, пастор, что вы открыли нам двери своей церкви. Спасибо, что вы снова открываете двери от вашего строительства. Я очень уважаю вас. Может быть, у вас есть какие-то пожелания или поздравления для ребят, потому что я знаю, что вы лично каждого из них знаете. Может, у вас есть специальное слово или специальное желание для ребят? Потому что я знаю, что он очень хорошо их знает. Он преподает занятия и занимается с ним. Особенно, потому что я знаю, что вы их знаете очень хорошо. Вы преподавали и учили много раз к ним. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Пастор Ли. Пожалуйста, Пастор Ли. Это человек, который открыл двери этой церкви, чтобы он мог здесь сделать крещение. Это пастор, который открыл эту церковь для нас. У меня есть друг, который говорит, что когда тебе дают возможность, это не значит, что тебя будут слушать всю ночь. Я хотел бы из Деяния второй главы прочитать. Если вы имеете Библию с собой, вы можете найти Деяния 2. Деяния 2 говорит о том, что во время Пятисятницы случилось такое интересное чудо, что когда сошел Дух Святой, то все народы услышали каждый на своем языке, как люди прославляют Бога. Так что Святой был там, так что Святой был там, так что Святой был там, как он сегодня и здесь, на этом месте. И сразу после проповеди Петра, люди написано в Писании, что они просто начали кричать Петру, что нам делать? Это в Деяниях 2.37. Для тех, кто в электронной Библии, я вам дам еще пару секунд найти. И в Деяниях 2.38 Божье Слово говорит, И Петр говорит, покайтесь и креститесь во имя Господа Иисусом. И вы получите дар Святого Духа. Я не думаю, что Дух Святой ждет, пока ты не покрестишься, чтобы войти на тебя и в тебя. Я думаю, что Он приходит в тот момент, когда ты веришь. Я верю, что те, которые ходят уже в Духе, они к тому моменту приходят, где они хотят креститься в воде. И в 39 стихе Господь обещает нам с тобой и нашим детям даже, и даже тем, которые вдалеке, мы их даже и не знаем. Сколько бы людей не призвал к себе людей. Целью крещения – это свидетельствовать миру. Это свидетельствовать миру. Что ты был призван Богом. Это Его работа призывать тебя. Наша работа – слушать призыв. И отвечать на призыв. И дать миру увидеть, что мы приняли прощение. Христиане – они прощенные люди. И мы, конечно, потом должны защищать это прощение. Мы должны как бы жить в прощении. То, что вы сегодня сделали вечером. То, что вы сегодня сделали вечером. Начинаете? Начинаете начать свою прощение. А вы начинаете сегодня защищать свое прощение. Особенно то, что Бог призвал вас. Жить в отношении с Ним. Как прощенные люди. Как прощенный народ. Вы не сможете этого. А сами по себе это было для вас невозможным. Но от вас это вообще теперь не зависит. Это Бог восхотел. Бог восхотел. Своим Духом. Кто будет жить в вас и через вас. Кто будет жить в тебе и на вас и через вас. Чтобы благовестиру миром. Что Бог призвал вас к себе. Бог благословит вас. Спасибо за вашу жизнь, брат Алекса. Спасибо, Алекса. Наш Бог достоин славы. Давайте сейчас потихонечку. Лена будет расставлять, как правильно встать. Алекса нам поможет в аккомпанементе. Everybody, come on up. Молодец, что сошла мне. Лена, ты командуй. Если что, я буду усиливать звук. Не пользуясь случаем, хочу передать привет атаманскому Алексу. Детям его, жене. Я думаю, в деревне дедушки. В Ташкент, в Узбекистан, в Караганду, в Львив. В Львив, на Украине. Привет, там всем передавайте. Передамо. Всем привет. Чикаго. Всем привет. Есть что пожелать? Что пожелать? Новокрещаемым. Поделиться личным опытом. Про бабушки. Про бабушки. Ты уже победил грех в своей жизни? Я думаю, каждый день сражаемся и побеждаем. Каждый день надо побеждать? Нет. Не один раз. Это не одноразово. Только начало. Ты сюда смотри. Ты с людям говоришь. В глаза смотри. Как ты это делаешь? Какой самый лучший метод побеждать грех? Какой самый лучший? Молиться, побеждать, принимать решения. Каждый раз это свое решение надо принимать. Леся, а что скажешь? Нет. Женщина с опытом? Хочу пожелать им уповать на Бога, молиться и всегда побеждать. И не унывать. И не унывать, да. Всегда побеждать. Аминь. Пис бро. Пис бро. О, ты из Герух? Да. Что пожелаешь? Пожелать держаться Бога. А как? И слушаться мужа. Это крещаемый. А ты Маше пожелал, да? Пользовался случайно. Ну, это она обидовалась. Ага. Ну, ну. Это твою пасть, да? Поздравляйте. Congratulation. Что? Сейчас мы идем. Кого только? Ну, как кого? Всех. Всех. Прещаемых. Ну, я тут на камеру. И кого-то. Потом всем. Поздравляем. Желаем вам самого замечательного. в Боге. Аминь. Я не люблю говорить словами. Олина сезона. Морозочка. Мороз. Я поняла фамилия. Она вышла за мою флимян. Ну, что пожелаете что-нибудь? Кому? А, крещаемым? Конечно. Ой, крещаемым всех благ. Всех-всех. Божьих благ. Практическое что-нибудь. Что? Практически что-нибудь пожелаете им на ежедневную жизнь. Свободе. Стоять в этой свободе, в которой они сейчас находятся. И в дальнейшем. И учиться. Хорошие, золотые слова. Хочешь искать Господа. Каждый день искать. С утра и до позднего. Допустим вечером искать Господа. Постоянно. В каждом сон шаге. Прежде всего спросить, угодно ли это Господу. И идти вперед. И никогда даже не то, что назад, а не останавливаться. Пусть и Господь благословит. И дашь вам силу. Дашь вам силу. Терпение, мужество. И быть воинами Христа. Потому что так, слава Божия, говорит. Вы, юноши, вы сильны. Потому что вы победили, Лукава. Спасибо. Счастливая. Счастливая. Это мой второй баптизм. В прошлый раз я была баптизм. О, Джулия, мы должны делать это, как всегда. Мы были здесь, для нашего второй баптизм. В рехабе. Но мы любим рехаб. И мы любим Папа. И мы просто так рады видеть это. Это просто... Это такое счастье. Просто сейчас ангелы поют на небе. Халлелуя. И я была здесь, чтобы смотреть Паша и Маша баптизм. И теперь я здесь, чтобы смотреть Миша и Агнесса. И Виталий баптизм. И Наташа. И это самое интересное. Next Baptist will be mine. Oh, you haven't been baptized yet? No. Oh, my goodness. I want to get baptized yet. There was water tonight. What stopped you from... I'm not ready yet. What? I'm not ready yet. Define ready. Well, я считаю, что when you get baptized, you have to be ready completely to dedicate your life to God. Okay. And I'm not ready yet. Okay, Jules. When was the last time you were ready to be baptized? Right now. Right now you're ready. No, I've already been baptized. Yeah, but then what happened after? Oh, I fell. So, you're telling me you're going to be ready someday and... That's why I never got baptized. And now I feel like this time will be, you know, when I really dedicate my life to God. So, I'm really happy that I did it. So, I'm happy that, you know, yeah. Okay. I don't know. I just see baptism like that. I just see it as a really big dedication to God. It's really big, yes. But then... But then, you know, we're people. Nobody's perfect, right? Hallelujah. I'm done. God is good. All the time. Amen. Lita. I remember your christianity. When was our christianity? Like, you were in the... 1990. Was I there at your christianity? Yes. A what? A picture of you hugging me. Anja. Anja. I don't remember that. I remember nothing. It was Marina Baranova, Vitaliy Baranova, my sister, Ina. And who else? Stas was like six people. Oh. It's necessary. It's necessary. It was late year. He was in the summer time. It was fun. Yay. What's going to be different tomorrow? What's going to be different? It's just another beautiful day that God has given me that I have from God. I'm going to wake up, give him the glory, the thanks, and keep seeking him every day. He'll be close with him. Amen. God bless you. Thank you. You're shining. Just shining. Just shining. He's just shining. He's just shining. He's shining. You're shining. You're shining. And shining until the end. He's shining. I'm so glad to you. Sh shining, Jesus. Sh shining. Lord. God bless you. You are Jesus. And he's shining. I'm shining. And you let him shine. I'm not shining. Don't shine it with him. Be bright. And you're shining. And he's shining. He's shining. And he's shining. He's shining. And he's shining. He's shining. All right. Продолжение следует...